В современном мире социальное неравенство стало одной из самых острых проблем. Многие люди живут за чертой бедности, в то время как другие наслаждаются роскошной жизнью. Бездомные часто оказываются на улице по самым разным причинам – от потери работы до семейных трагедий. Однажды, в один из обычных дней, молодая девушка по имени Эмили Смит зашла в уютное кафе, чтобы выпить кофе и поработать над своим проектом. Она выбрала столик у окна, где солнечные лучи мягко освещали ее рабочее место. Эмили была полна надежд и амбиций, мечтая о будущем, но в то же время ее сердце сжималось от мыслей о тех, кто не имел даже крыши над головой. Сидя за столиком, она заметила мужчину, сидящего на тротуаре и собирающего мелочь. Его одежда была изношенной и грязной, а лицо выражало усталость и безнадежность. Эмили почувствовала, как ее сердце сжалось от сострадания. Она знала, что многие люди проходят мимо, не замечая тех, кто нуждается в помощи. Вдохновленная внутренним порывом, она встала и подошла к бездомному. «Привет, меня зовут Эмили. Не хотите присоединиться ко мне за столиком? Я могу заказать вам сэндвич и кофе», – предложила она с доброй улыбкой. Мужчина, удивленный ее предложением, сначала колебался, но затем согласился. Он сел за столик, и Эмили заказала для них обоих еду. Когда еду принесли, они начали разговор. Мужчина представился как Алекс и рассказал свою историю. Он рассказал о том, как его отец пил и часто избивал его. Из-за этого Алекс сбежал из дома, надеясь найти лучшую жизнь. Однако на улице его ждали совсем другие испытания. Жестокость других бездомных, отсутствие работы и постоянная борьба за выживание. Эмили слушала его внимательно, понимая, как много боли и страха скрывается за его словами. «Я просто не знаю, как изменить свою жизнь», – вздохнул Алекс, опуская голову. Эмили, чувствуя его отчаяние, решила поддержать его. «Каждый из нас может начать с малого. Может быть, стоит попробовать обратиться в местный центр помощи. Там могут помочь с работой и жильем», – предложила она. Алекс кивнул, в его глазах появилась искорка надежды. После их разговора Эмили почувствовала, что сделала что-то важное. Она предложила Алексу свои контакты и пообещала помочь ему найти ресурсы, которые могли бы ему помочь. Они расстались с обещанием встретиться снова. Несколько дней спустя Алекс отправил Эмили записку. В ней он благодарил ее за доброту и поддержку. Он написал о своих планах – обратиться в центр помощи, найти работу и, возможно, даже арендовать небольшую комнату. Алекс заявил, что встреча с Эмили оказала на него большое влияние и вдохновила его на изменения в жизни. Эмили была тронута этими словами. Она решила поделиться этой историей в социальных сетях, призывая своих друзей и подписчиков проявлять доброту к другим. Она написала, важно помнить, что каждый человек имеет свою уникальную историю. Даже простой разговор может изменить жизнь человека. История Эмили и Алекса быстро разошлась по интернету, вдохновляя людей на добрые поступки. Многие начали делиться своими историями о помощи другим и о том, как малые жесты могут иметь огромное значение. Эмили поняла, что ее маленький акт доброты стал началом чего-то большего – движения за сострадание и поддержку тех, кто оказался в трудной ситуации. Алекса, следуя своим новым планам, начал посещать центр помощи, где встретил людей, готовых поддержать его. С каждым днем он становился все более уверенным и решительным. Он нашел работу в местном кафе, где его приняли с распростертыми объятиями. Там он встретил добрых людей, которые помогли ему восстановить веру в себя. Однажды, когда Алекс работал, он увидел Эмили, заходящую в кафе. Она улыбалась, и в ее глазах светилась гордость. «Я так рада тебя видеть!» – воскликнула она, обняв его. Алекс рассказал ей о своих успехах и о том, как он смог арендовать небольшую комнату. Эмили была счастлива за него. С тех пор они стали хорошими друзьями. Эмили продолжала поддерживать Алекса в его стремлении изменить свою жизнь. А Алекс, в свою очередь, вдохновлял ее на новые свершения. История Эмили и Алекса напомнила всем, что доброта и понимание могут изменить мир к лучшему. Даже один простой разговор может стать началом новой жизни для человека, который потерял надежду. Каждый из нас может стать источником света для другого, и именно в этом заключается сила человечности. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.